Дагестан Есть специальные форумы, где проходят переговоры о букинге. На просторах интернета мы нашли контакты организаторов и выяснили. Договориться можно легко. А как можно будет организовать это все? Записаться заранее или как? Ну да, заранее надо записаться. А сколько это будет стоить? Стоит? Ну, там, по-разному. Телефонный разговор можно поговорить, если есть желание в их столе. Цена одного трофейного тура колеблется от 200 тысяч рублей. Это, согласно информации, на букинг-сайтах. Здесь важно уточнить, охота на горного тура разрешена, но лимитирована. Распределение квот на добычу дагестанского тура на территории региона ежегодно утверждается указом главы. Но эксперты говорят, уничтожается их в год намного больше. Ну, я, по сути, считаю, что это не охота. Это убийство такое идет прямое. Это как стрельба в тире. Потому что там используют тепловизорные прицелы. И часто у нас есть путаница такая. Охотники там все убили туров, уничтожают. Это не охотники. Есть браконьеры, такая категория, которая не считается несколькими законами, не правилами. Я тут хозяин, я тут наш родовой. Мы чего-то не можем. Я хочу и буду. Массовое убийство горных туров подтверждают и местные жители. Так уроженец села Амсару Тульского района рассказал нам в беседе, какую картину им приходится наблюдать на протяжении нескольких лет. Браконьеры практически уничтожили популяцию. Собаками по 10, по 15 человек группами идут, загоняют их бедных. И вот там реально идет полное уничтожение этих туров. Не то, чтобы там одного убить, там лицензии нет. Там день и ночь стреляют, как будто война идет в этих горах. Понимаете, можно было наблюдать по 700, по 800 голов. Стада целых вот этих туров. А сейчас их даже 5-6 мы увидим. Пока не поздно, говорят эксперты, надо разработать механизмы по защите горного тура. Они фактически есть, но неэффективны. Так, например, зоны охраны охотничьих ресурсов, говорят эксперты, никем не контролируются. Нет должного финансирования и налаженной системы наблюдения. Могу сказать, что ведомства, которые должны охранять, они занимаются, в общем-то, зарабатыванием денег на использование природных ресурсов. Да, у них написано все хорошо, что мы рационально используем природу. Но на самом деле это не так. То есть идет очень серьезное сокращение поголовья охотящих животных. С просьбой разобраться в ситуации активисты движения «Спаси Самурский лес» написали обращение к руководству Дагестана. В нем эксперты просят власти законодательно запретить охоту на горного тура. По тему Тханапова, Магомед Магомедов, Муса Салгиреев, Новости ННТ.